Следующий доклад у нас Елена Рамуальдовна Андреева. Я, как и все предыдущие ораторы, хочу выразить признательность организаторам, потому что, сидя и слушая, я понимаю, что слушателям быть тоже вообще отличным. И рассказать я вам хочу про всю ту же самую активную среду, о которой говорил нам первый докладчик, и в этот раз рассмотреть ее неклеточные компоненты. Но начать я хочу с... Почему мультипатентные мезентимальные истромальные клетки? Я уже и в прошлый раз о ней говорила, но это настолько интересный объект, что мне кажется, не лишний вау судить еще раз. Здесь приведена цитата, которую я тоже все время использую в презентациях, и она уже не такая свежая, как была в тот момент, когда появился этот обзор, но суть и дела от этого не изменилась. Мультипатентные мезентимальные истромальные слэш-стволовые клетки, о которых, наверное, все вы слышали, это очень часто используемый объект для исследования, столь же часто обсуждаемый объект. Но на самом деле, несмотря на то, что эти клетки активно используются уже даже в протоколах клеточной терапии и регенеративной медицины, они остаются достаточно иллюзорным с точки зрения их происхождения и локализации в организме. Так почему эти клетки нам так интересны? В отечественной гистологии существует такое понятие, как ткани внутренней среды. Наиболее ярким представителем этих клеток являются клетки симпоэтического диферона. Толь же ярким и важным представителем являются, безусловно, клетки стромального диферона, которые образуют, собственно, вот эту внутреннюю среду организма, в которой происходят все, собственно, физиологические и патологические процессы. И, собственно, вот мультипатентные мезинхимальные стволовые слэш-стромальные клетки и лежат в основе вот этого самого стромального диферона, который обеспечивает нам все богатство клеток соединительной ткани, которые мы знаем. И, соответственно, с одной стороны, эти клетки дают начало всем росткам клеток соединительной ткани стромальным, а с другой стороны, они, как выяснилось, могут быть легко выделены из организма и процессированы инвитро, что дает возможность, во-первых, изучения их свойств, а с другой стороны, дает возможность использовать их в практической точке зрения. И не случайно, что изначально клетки со свойствами мультипатентных мезинхимальных и стромальных были выделены оттуда же, откуда выделяются и гемопоэтические клетки из костного мозга, но потом оказалось, что их можно выделить из целого ряда тканей. И потом там у меня будет табличка, где очень меленько написаны эти ткани. Вот не связано это с тем, что все эти ткани обладают хорошо выраженной микроциркуляторной сетью, что, собственно, дало возможность предположить, что, возможно, одним из локальных тканевых депо мультипатентных и стромальных клеток может являться переэндотелиальная область сосуда. И, соответственно, ближайшие соседи эндотелия в капиллярах, перициты, и были выдвинуты на роль тех МСК, которые можно потрогать руками. И действительно, использование антител работает. Про это я вам уже рассказала. Это ниша костного мозга, где можно видеть и тромальные предшественники, и гемопоэтические предшественники. Это вот меленькая табличка с источниками МСК. А это вот картиночка необыкновенной красоты, которая демонстрирует нам перициты в капиллярах. И те же самые перициты в сосудистой оболочке мозга, где красным выявлены специфически для перицитов антигены. Да, это вот что значит, от них большая польза, как в организме, так и в культуре. Ну и теперь быстро переходим уже к локальному микрокружению. Что такое локальное микрокружение? Это как раз вот та активная среда, о которой говорил профессор Семьянов. Это клетки, собственно, клетки... Впервые это понятие было предложено... Понятие низшей стволовой клетки появилось было предложено в 1978 году и включало как сами стволовые клетки, так и их поддерживающие клетки. Если мы, скажем, говорим о костном мозге, это те самые мезонхемальные и стромальные клетки. Это, безусловно, внеклеточный матрикс. И большое количество депонированных в этом матриксе и находящихся в интерстициальной жидкости биологически активных медиаторов, а также физические и химические факторы, которые также влияют на состояние клеток. И в контексте наших исследований и моей презентации... Извините. Нас в первую... Да, это, безусловно, скажем, PH среды, это температура. И нас в первую очередь интересует уровень кислорода как фактор микроокружения клеток. И если мы посмотрим на, скажем, иллюстрацию устройства... Извините. Устройства костно-мозговой ниши, то мы видим, что в зависимости от того, какая локальная концентрация кислорода существует в разных участках, вот эта вот стрелочка, да? Она нам говорит о том, что, скажем, в нише, где находится остеобласт, там низкая концентрация кислорода, и считается, что там как раз находятся менее комментированные, не делящиеся гемопоэтические процессы. А в нише так называемой переваскулярной, где как раз находятся и интересующие нас мегапоэтические мегапоэтические процессы, концентрация кислорода выше, и там находится более интенсивно пролиферирующий гемопоэтические предшественники, которые потом выходят в кровь и уже доставляют... после созревания выходят в кровь и доставляются по местным назначениям. Интерес к тому, как клетка реагирует на... Да, и что важно отметить... Где это у меня будет? О, давайте прям тут. Что важно отметить? Что концентрация кислорода в различных тканях значительно варьирует, о чём нам сообщает вот эта табличка, но при этом она в любом случае гораздо ниже той концентрации кислорода, при которой мы изучаем функциональную активность клеток инвитера. Порядка 20% в соответствии от атмосферной концентрации кислорода. И вникает вопрос, а, собственно, вот этот низкий уровень, который характерен для локального тканевого микроокружения, это вообще гипоксия или это нормальный уровень? Или это тот уровень кислорода, при котором клетки чувствуют себя вполне уютно? И вот эта работа, в которой речь идёт о гипоксии относительно атмосферного уровня кислорода в гемопоэтической нише, она называется «Lonely oxygen, but nice place to live». Да, так вот, целый ряд исследователей полагают, полагают, что учёт уровня кислорода, характерного для тканевых ниш инвива, при экспериментах инвитера, имеет принципиальное значение и предлагают называть этот уровень кислорода, скажем, физиологической гипоксией, антитнормоксией или физиоксией. Интерес к воздействию кислорода на клетки постоянно растёт, о чём свидетельствует. Вот прям такой экспоненциальный рост публикаций в этой области. И за это дали Нобелевскую премию в 2019 году, вот на том слайде, который я уже подсказала. И все, собственно, эффекты, рассматриваемые уровни кислорода на функционально-октимных клетках, можно разделить на две части. Это короткие гипоксические эффекты, когда моделируется гипоксический стресс, характерный, скажем, для острой ишемии. Или когда низкий уровень кислорода используется как фактор микроокружения. И вот мы в нашей лаборатории клеточной физиологии занимаемся как раз этим аспектом влияния уровня кислорода на функциональную активность имущества. И у нас было сделано большое исследование на эту тему. Мы сравнивали функциональное состояние клеток при атмосферном кислороде и при различном уровне физиологической гипоксии. И мы, конечно, увидели, что происходит снижение трансмембранного потенциала метахондрии, изменение соотношения потребления глюкозы и продукции лактата, снижение продукции АТФ и увеличение вкладок ликолитической составляющей в продукцию АТФ. То есть вывод из этого был сделан следующий, что происходит существенная модификация энергетического метаболизма в клетках, характеризующегося увеличением вкладок ликолитической составляющей. Это проявлялось и в изменении функциональной активности клеток при физиологической гипоксии, как мы это называем. Мультипатентные стромальные клетки гораздо интенсивнее пролиферируют, но при этом у них снижается способность к ответу на остеоиндукцию и на одипоиндукцию, а поскольку это клетки мультипатентные, то как раз способность дифференцироваться в разных стромальных направлениях является их характерной чертой. Причем эти изменения обратимы, и если вы помещаете клетки, культивируемые при физиологической гипоксии, обратно в нормоксические условия, то они отвечают гораздо интенсивнее на дифференцировочные системы. Мы сделали анализ изменения глобальной экспрессии генов. В первом эксперименте у нас, скажем, из 500 генов, обладающих дифференциальной экспрессией, примерно 100 оказались в группе регулирующей внеоклеточный матрикс, гены, кодирующие структурные компоненты внеоклеточного матрикса и регулирующих его молекул. Сейчас я вам расскажу этот кусочек про матрикс, поскольку он, на мой взгляд, актуальный и интересный с точки зрения того, что мы уже сегодня обсуждали. Как я уже сказала, в первом эксперименте по анализу дифференциальной экспрессии у нас было порядка 100 изменившихся генов, причем половина из них относилась к генам, кодирующим молекулы, кодирующим серенькие, справа полукружая. Это гены, кодирующие структурные молекулы и примерно половина к регуляторным молекулам, таким как ферменты, их ингибиторы, какие-то факторы, ассоциированные с компонентами матрикса. И вот что интересно, мы потом повторяли эти эксперименты и оказалось, что соотношение вот этих групп генов, структурных компонентов и регулирующих молекул примерно одинаково, несмотря на то, что общее количество изменившихся генов может существенно варьировать. И, естественно, по отдельным генам отдельные группы клеток отличались, но выяснилось, что в трех проведенных экспериментах есть повторяющиеся гены, которые при анализе относились к компонентам, которые сходно изменялись у трех независимых доноров. Это были молекулы, связанные со структурами и возможностью абдезии клеток, миграции и антиоксидантной активности. Когда мы посмотрели гены, изменившиеся по базе данных гипоксии зависимых генов, большая часть из них как раз зависела от гипоксии. Почему это интересно? Матрикс как внеоклеточный компонент клеточного окружения и его взаимоотношения с уровнем кислорода. Оказалось, что значительная часть регуляторных молекул, которые регулируют функциональную активность матриксы, является гипоксии зависимыми. Мы посмотрели, как это выглядит в микроскопе. И оказалось, что при том, что общее количество коллагеновых и неколлагеновых белков в МСК, культивированных при стандартном уровне кислорода и при физиологической гипоксии, не отличается. Достаточно взглянуть в щель между клетками, и можно увидеть, что матрикс там морфологически отличается. Причем эти различия сохраняются и после детской клетки с матрикса убрать. Морфометрия показала, что эти различия статистически достоверны, и у матрикса, который продуцируется клетками за условием физиологической гипоксии, более выровнены структуры, более выровнена упаковка. И мы подумали, что если матрикс отличается внешне, то, возможно, он отличается и по функциональной активности. И для того, чтобы это проверить, поскольку этот матрикс был спродуцирован клетками в условиях физиологической гипоксии, при выборе того, а чтобы нам посмотреть, какую функциональную активность клеток оценить при рецеллюризации на эти матриксы, мы выбрали как раз способность мультипатентных стермальных клеток спонтанно индуцироваться в различных термальных направлениях, о которых я вам говорила, или отвечать на соответствующие индукторы. А поскольку в наших предыдущих исследованиях мы видели, что МСК в условиях физиологической гипоксии менее чувствительны к остальным стимулам, мы предположили, что матрикс из-под клеток культивированных в условиях физиологической гипоксии может сохранять вот этот гипоксический потенциал. И мы взяли матриксы, полученные в нормоксических условиях при физиологической гипоксии, рецеллюризировали на эти матриксы клетки, которые постоянно культивировались при стандартном атмосферном кислороде. И в этом же стандартном атмосферном кислороде посмотрели спонтанную остеодифференцировку по продукции щелочной фосфатазы и ответ на остеостимул. И мы увидели, что клетки, культивируемые на гипоксических матриксах, имеют сниженный спонтанный остеопотенциал, но при этом лучше реагируют на остеоиндукцию. Ну и мы задались вопросом, а с чем это могло быть связано? матриксы, полученные в нормаскетических и гипоксических условиях, были использованы для протеомного профилирования и оказалось, что несмотря на то, что часть белков одинаковы в тех других условиях, имелись уникальные белки, которые экспрессируют или только в гипоксических условиях в матриксе, или только в нормаксических. И вот аннотирование этих белков по ткани специфичности показало, что белки, полученные из нормаксических матриксов имеют выраженную остеосоставляющую, а вот белки, полученные из гипоксических матриксов, вообще не имеют, в них вообще не представлены остеобелки, но зато представлены хондробелки, что, собственно, и может быть причиной того, что мы увидели сниженный остеопотенциал клеток. К чему все это ведет? А ведет это к тому, что ну вот здесь приведены, ну, как бы суммированы все наши наблюдения при изучении функциональной активности МСК в нормаксических условиях и при гипоксии, а вот в данном конкретном случае с матриксом получается очень интересная вещь, что в зависимости от такого, казалось бы, неощутимого фактора, как уровень кислорода, клетки продуцируют матриксы, которые способны запоминать вот те условия, в которых они были произведены. И такие эффекты вообще описаны, скажем, если взять матриксы из хряща и посадить на эти матриксы мультипатентные динхимальные и стромальные клетки, они уйдут в хондродифференцировку. Это матриксы с хряща. Или, если, например, вызвать хондродифференцировку в стромальных клетках, и потом на их матриксы посадить недифференцированную клетку, они тоже уйдут в направлении хряща или в направлении кости, в зависимости от того, какой им предоставить матрикс. Но это матриксы, полученные при действии конкретных сильных индукторов. А тут получается, что даже такой фактор, как уровень кислорода, может модулировать не только сами клетки, но и то, что они производят. И это интересно не только с точки зрения того, как, например, в случае ишемического повреждения будут взаимодействовать с этим локальным микроокружением, скажем, клетки крови, пришедшие туда. Но и с точки зрения того, что клетки можно модулировать инвитро, в зависимости от того, чего вы хотите получить, просто модифицируя условия кислородов. Спасибо за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Большое спасибо, Елена Румальдовна. Будут ли у нас какие-то вопросы? Есть ли у нас вопросы в онлайне? Да, пожалуй. Ткани, соответственно, он начинает капилляра и все глубже, глубже, глубже. Вот. И на самом деле вы говорите 5%, но 5% это анмаз по ткани, да? А вот возле капилляров может быть больше. если испытывают ли вот эти клетки действительно подвержены ли они влиянию 5% кислорода? Ну, 5% кислорода это, конечно, такая средняя температура по больнице и по литературе. Если мы говорим о капиллярах, то там низкий уровень кислорода, действительно, поскольку это клетки ассоциированные с капилляром, то мы довольно точно представляем какой у них уровень кислорода. Это там зависит от То есть вы ориентируетесь на концентрацию кислорода в капиллярных кислородах? Да. Правильно? Это да. Спасибо. Я так понимаю, больше вопросов нет в онлайне тоже у нас? А, вот есть, я вижу. Спасибо еще раз за лекцию. А какая вообще роль физиологической гипоксии есть в какие-то гемопоэтической ниши, я так понимаю? Это может быть связано как-то с понижением вероятности развития рака, например? Ну, они же... Мне не очень понятно, почему вы при этом упоминаете гемопоэтическую нишу, а сейчас с точки зрения физиологической роли гипоксии как раз вы задаете вопрос правильно. И вначале я показывала картинку, где нарисован градиент кислорода в гемопоэтической нише, как раз померенный вот с помощью этих самых крошечных микроэлектродов. Вот там все в гемопоэтической нише в кофном мозге, там все очень детально исследовано. Там в участках около кости, где остеобласты находятся, там находятся малокомитированные гемопоэтические предшественники, которые практически не делятся, и там 0,5 концентрация кислорода. А когда уже клетки, они постепенно созревая, движутся по градиенту увеличения кислорода и достигая капилляров, там уже порядка и они выходят дальше, уже созревшие клетки выходят в просвет. То есть это важный регуляторный фактор для уровня комитирования клеток, не только гемопоэтических, но, как мы видим, и всех других. Если вы говорите о развитии рака, то вы, наверное, имеете в виду, что там как раз гипоксия имеет место быть. Ну, вот когда клетки переходят на неокиснительный установительный производство РТФ, у них много чего не есть. Да, это такой фактор в случае опухоли это доверяется. Спасибо. Есть ли у нас еще вопрос? Здравствуйте, спасибо за лекцию. У меня такой немножко общий вопрос. У вас там был слайд со списком, откуда выделяются мезонхимальные стволовые клетки. Насколько я знаю, не очень много тканей, откуда их можно выделить. Где можно такую информацию посмотреть? Это вопрос, ответ на который собственно продолжают искать многочисленные группы исследователей, занимающиеся этими вопросами. Я специально сказала, что клетки со свойствами мультипатентных изнахимальных атомальных флеш-стволовых могут быть выделены практически из любой ткани с хорошим микрофоркуляторным руслом. И там они, скорее всего, будут ассоциированы с эндотелием. В костном мозге эти клетки наблюдаются не только в связи с капиллярным руслом, но и в строме. И, собственно, из костного мозга впервые были выделены клетки, обладающие мультипатентными способностями, что и, собственно, позволяет их относить к стреловым клеткам взрослого человека. Это клетки, которые в пределах одного зародышевого листа могут давать несколько линий дифференцировки. В случае МСК это Адипа, Остеохондра. И вот этот огромный лист, который я привела, это люди выделяли, разные исследовательские группы выделяли клетки из разных тканей. И в соответствии с имеющимся минимальным набором, перечнем минимальных критериев, разработанным обществом по клеточной терапии, отнесены мультипатентными мезенхимальными амальными клетками. Но гипотетическая стволовая мезенхимальная клетка, она на то и стволовая, чтобы быть гипотетической. У нее нет никаких... То есть ее можно только на последующих этапах увидеть. А вот самый простой способ, который использовался для костного мозга, это получение клеток, которые способны давать колонии. Так называемые колонии, образующие единицы фибробластов по аналогии с колониообразующими единицами гемопетических клеток в космосе. То есть можно почти везде, да? То есть их можно почти везде найти, да? Это клетки... Ну, ну да, да, да. Спасибо. Но это будут потомки стволовой клетки, вот не сама стволовая клетка. Спасибо. Я думаю, что мы должны двигаться дальше. Еще раз спасибо Елена Ромольдовна. Спасибо.